Дорогие мои друзья, дорогие мои девочки и мальчики, я хочу выразить огромную благодарность тем, кто поверил в меня и поддержал мое начинание собрать деньги для инвалида. А сейчас я прочитаю всех, кто прислал мне деньги в конверте или через банк. Я уже говорила Вера Вискирхен и Ирина Шрёдер, но с этого начинается следующий этап моего списка. Лилия Хагебек, Марина Гюнтер, Эрика Фетер, Анна Вульф, Маргарита Анисимова, Надя Бек, Эмма Массольд, Елена Радкин, Лили Чимайдар, Нина Шваб, Элфриде Бауман, Ирина Лукановски и Арвид Одарлили Вахер. Вот эти люди прислали мне деньги в конверте или перечислили на конту. В моем реестре я записываю только сумму и имя переславшего. Но если кого-то интересует, то хочу сказать, что пока по сегодняшний день и с конвертами, и с контой все складывается неплохо. И сумма, которую мы набрали, это 765 евро. Здесь в этих 765 евро еще нет моих, моей сотни. Поэтому я хочу сказать, что нам осталось совсем чуть-чуть. Немножко, и я тогда буду перечислять деньги дальше Олегу Левченко в Россию. И что хочу еще сказать, проценты или оплату за перечисление я возьму на себя. Я еще не разговаривала со своими детьми, они об этом даже не слышали и не знают. Как они смотрят мой канал, хотя они у меня подписаны. Но я поговорю еще с ними. Так что я знала, что вы мне поверите. Потому что я была в вас уверена. Вы такие же замечательные. Такие же хорошие. Как и я. Хорошие притягивают. Хорошие. Ну, как-то так. Я горжусь вами. Большое спасибо. Кроме этого, пришли конверты с заказами. Пришло их всего два. Лилия Вахер. Лилия Вахер. Пять евро. Эмма, массоль. Десять евро. Это конверты с заказами. Во всех конвертах с заказами. Все в порядке. Кто-то отправил мне наложенным платежом. И даже не один человек. Двое. Это не стоит делать. Все доходит хорошо. Единственное, что почта приходит один раз в неделю почему-то в наш магазин. Всю неделю не было ни одного письма. Сегодня с утра не было ни одного письма. А в обед заведующая привезла мне целую пачку писем. Как-то так. И еще отдельно хочу сказать большое спасибо Ирине Лугановской. Я получила ваше задание. Осталось меньше месяца. Ничего страшного. Я подожду. Интересно, что там шелестит. Ну, как-то так. Письма, девчонки. Я уже начала готовить к отправке. Пока еще не закончила. А сегодня, думала, полдня посвящу отправке писем адресата. Ну, вмешались обстоятельства. Как-то так. До конца недели все будет отправлено. Меня это саму ест и давит. И думаю, что Иван тоже уже скажет, получила все и молчит. И ничего не делает. Безобразие. А сейчас я вас приглашаю в мой огород. Здравствуйте, хорошие люди. Здравствуйте, мои подписчики. Здравствуйте, гости моего канала. У нас осень. Самая настоящая осень. Вот смотрю на березу. На ней уже почти нет листьев. На рябине еще немножко есть. На вишне немножко есть. Но все-таки осень. А сейчас мы посмотрим, какая погода у нас будет на 7 ноября. Ну, как-то так. Розы уже отсвели, конечно. Бегония еще в порядке. Ну, вот даже розочка хочет набрать бутончик. Уже надо все убирать в это время. И высаживать луковицы. Но пока еще у нас ничего не замерзло. Красотень. А мангольд-то какой. Всем мангольдам мангольд. Очень вкусно, когда мангольд тушится с овощами. Запомните, девчонки. Вот так выглядит наш двор. Цветут кризантемы. Ну, и с этой стороны тоже. Кортензии даже не думают сбрасывать лист. Зелененькие, как в другое время года. А, тоже. Вот так. Уже постепенно убираем все. Понемножку, по чуть-чуть. Потому что не вмещается в мусорку. Тут что-то грибы все повалились. Некому поправить их. А тут кто-то ест у меня. Видите? Кукурузу ест. Не знаю, еще не поймала кто. Вот такая красота. Еще цветет диплодыния. Ей тоже еще мороз нужен, чтобы понять, что ей пора на покой. А теперь смотрим, что делается в огороде. Ну, конечно, гранат прекратил свое цветение. Надо его подстричь. Но для этого он должен еще сбросить листья. Вот так выглядит. Не подмерзла. Бедненькая моя. Бедненький мой портулак. Жалко. Но никуда не денешься. Ну, вот это хрен. На нем и круглые листья есть. И зубчиками. Петрушечка. Видите, какая хорошенькая петрушечка. Надо только хрен в порядок привести. Здесь ничего не растет. Поэтому надо прополоть. И бархатцы. Вот эти вот посеялись сами. Видите, никто их там не садил. Тагетис. И вот эти вот. Все посеялись сами за летний период. Лук на зелень отвратительно смотрится. А виноград еще не скинул в листья. Поэтому обрезать его рано. Вот такая погода. Вот здесь растет укроп. Но я бы хотела видеть другой укроп. Ну, по чуть-чуть щипаем. Ничего страшного. Тоже все-все-все бархатцы вместе с семенами пойдут в землю, как сидираты. Вот так. Лимонник китайский сбросил весь лист. Кстати, он самый первый набирает лист и самый первый сбрасывает. А вот эта роза еще цветет вовсю. Видите, какие крупные у нее розы. Герань не цветет, зато цветет и уфорбия. Ну и снова теплоты. Пора уже все убирать. Вот здесь у нас росли овлепихи, которые ушли. Остался один лавровый лист. И тот растет не в земле. Все эти горшки надо тоже приводить в порядок. Ой, смотрите, какие у нас грибы наросли. Ну, надо такое. А красивые какие. Камера не передает света. А они такие лососево-оранжевые. Очень красивые и яркие. Ну, полынь красуется, конечно. Тимьян что-то опять загнулся. Такое у нас бывает часто. Вот так. Еще лист на ежевике весь целый. Цветет розмарин. Это у нас шалфей лекарственный. Тоже надо все приводить в порядок. Выбирать на свои места. Салатик поднимается. Постепенно. И также здесь растут бархатцы. Там, где росли помидоры, тоже растут бархатцы. Ничего другого нет. А тут у нас что? Вот тут у нас клевер цветет. Красивый-прекрасивый. Надо его весь убирать. А из петрушки, из целого ряда, у меня выросло только одно. Ну, пусть растет. Смотрим, что у нас здесь. Здесь тоже была петрушка. И она посеялась. Она всходит. Это меня тоже радует. Ну, вот здесь виноград выглядит лучше. Но тоже еще листья не облетели. А мы идем в наш огород. Сейчас мы будем убирать с вами последний урожай. Ну, как вам последний урожай? Уже сбрасывает свои плоды. Сам. Видите? Скину еще один плод. А вот тут то, что я обрезала, пошел расти и даже набрал цвет. Ну, вот это калифорнийский перец. Сейчас я его обберу. Хватит ему уже. Уже листики сбрасывает. Там и перчики лежат. А вот это перец из алди. Тоже, я считаю, неплохой. А вот. Ну, и мой горький. Всякий разный. Тоже соберем. Потом покажу, сколько получится. Вот этот называется гивюрц тагитис. Надо собрать семена, если они здесь живые. По-моему, не очень живые. Ну, пошли. Надо работать. Времени. Отпущено мне. Очень мало всегда. Ну, такая красота у меня осталась. В теплице 17 градусов. Хотя дверь уже открыта около часа. Полила растения. И вот это горький перец у меня. И вот это сладкий перец. Так что сладкий перец сажу второй раз за всю историю жизни в этой квартире. А сейчас хочу показать, за что пострадала облепиха. За что мы ее убрали. Вот она, в теплице. Видели? А за теплицей? Видели? Это тоже все облепиха. Поэтому-то я ее и убрала. Она корнями прошла везде. Она пришла и сюда. Вот тут. Вот там. И вот там. Видите? Маленькая. Вот это тоже облепиха. И вот теперь нужно ее убирать, чтобы она больше не появлялась на поверхности земли. Вот тут у меня вылезла картошка. Видели? Красота. Вот это место я определила для лука-батуна. Для этого нужно тоже все поубирать абсолютно, прополоть, перекопать, высадить батун. Может быть я сделаю это завтра, если успею. А вот тут на следующий год будут помидоры. Тоже нужно бархатцы туда порубить, перекопать. Ну а первое время, пока не будет помидор, будет сидеть салат. Или еще что-нибудь хорошее. Идем дальше. Вот гортензия. Уже положил телоск, уже сбросит листья. Это вишня. Вишня уже лист сбросила. Навести надо порядок на месте облепихи. И вишня пойдет на место облепихи. Ну это терраса моих детей. Тоже уже пора кое-что убирать. А тут даже комнатные растения живут. И чувствуют себя неплохо. Вот такая красота. Вот вам и уфорбия. И тоже цветет. Цветет лаванда. Цветет маргаритка. Борнхольм. Маргарита. И тут, смотрите, Борнхольм. Как она вылезла между двумя розами. Вот. Как-то так. Еще растет поцелуй герани в горшке. И даже цветет. Ну надо все убрать. Нет, немножко не хватает времени. Но надо все убирать. Ну вот так и проходит мой день за заботами, хлопотами. За каналом, который мне нужно продолжать вести дальше. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. А с вами я прощаюсь. И снова до завтра. До завтра, мои хорошие. До завтра. Самые лучшие подписчики в мире. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И до новых волнующих встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok